Всем Soul Calibur Love, пацаны! Сегодня у нас Gone Flat с его свежим треком и мелодией в стиле этого трека, которая будет как минимум сочной, вязкой, атмосферной и самое главное гитарной. Темп у нас 125 ударов в минуту, как в треке оригинале. Приступаем. Добавляем гитарный плагин, в моем случае это Ample Guitar 2 и прописываем прогрессию аккордов. Ритмически она повторяет Soul Calibur Love, но сами аккорды будут другими. Если у вас возникают проблемы с тем, чтобы прописать прогрессию аккордов, вы всегда можете вбить в Google красивая прогрессия аккордов. И там они будут списком целые. Огромное количество прогрессии аккордов. И даже если там просто написано G minor, то вы всегда можете в пиано-ролле ткнуть вот сюда, выбрать minor, ткнуть на ноту G и вот он у вас G minor. В аккордах вы точно не запутаетесь. Пропишем прогрессию аккордов. Вот такая получилась прогрессия аккордов. Мы, естественно, их очеловечим, чтобы они стали еще круче. Для этого жмем Alt-S и вот здесь вот в Velocity выбираем так, чтобы более высокие ноты были более громкими. И как-нибудь крутим Time, чтобы было приятно. Не слишком. Вот как-то так, да. Окей. Жмем Accept. Только первый аккорд мне хочется сделать прям, чтобы верхние три ноты еще позже были, чтобы звучало примерно так. Еще в Sol Calibur Love аккорды в середине такта заглушаются. И эта штука есть и в этом плагине. Выбираем G7, Sharp, то есть Sol DS на седьмом октаве. И они заглушаются. Здесь заглушать не надо, а здесь идеально. Теперь можем все вообще выделить и убавить немного, чтобы аккорды стали еще мягче. И все, готово. Отправим это на какой-нибудь канал микшера. А на канал микшера повесим Guitar Rig и RT20. Конкретно Guitar Rig это по сути универсальный комбайн для обработки любой электрогитары. Неважно виртуальный или той, которую вы в звуковую карту втыкаете проводом. Кстати, о звуковых картах. Хочу огромное спасибо выразить компании Arturia и ProAudio.ru, которые предоставили мне вот эту прекрасную звуковую карту. Это Arturia Audio Fuse, замечательная звуковая карта, которой я пользуюсь уже чуть больше месяца. И именно поэтому я показываю вам коробку, а не саму карту, потому что карта прямо сейчас подключена к компу. И если вы хотите подобрать себе или прицениться просто к какому-то музыкальному оборудованию, то для этого я оставил ссылки в описании. Вы можете по ним перейти и выбрать себе звуковую карту, миди-клавиатуру, практически все что угодно. Так вот, в Guitar Rig есть фильтры и есть список пресетов. Мы знаем примерно, что нам нужно. Выбираем Styles, то есть типа какой стиль музыки нам нужен или гитара в каком стиле музыки нам нужна. Я хочу Country и я хочу вот этот пресет. Отличный пресет, кроме компрессии. Просто открутим немного Sustain. Ну как немного, до конца. И все. Включим Retro Color. Noise я уже выключил. Здесь просто добавим Space. И еще Tony открутим, чтобы просто отпилить что-то немного вверх. И убавим Space, наверное. Теперь сравним до-после, вот без обработок. Вот с обработками. Вот мне кажется, по крайней мере, Guitar Rig и Retro Color 100% стоят того, чтобы тратить на них время. Займемся второй гитарной мелодией, которая тоже есть Soul Calibur Love, но естественно с другими нотками. Еще здесь мы переключим с NECO на Bridge. То есть это другой звукосниматель. Вот они вот здесь вот нарисованы. И просто будет немного другой звук. Естественно, мы будем прописывать мелодию полностью по ноткам наших аккордов. И еще нам нужно будет продлить нашу основную мелодию, потому что наша дополнительная мелодия будет длиной 8 тактов, а не 4. Отлично. Вот так звучит наша мелодия. И что еще мы можем с ней сделать интересного? Это добавить ей артикуляции. То есть это функция многих плагинов, которая меняет способ воспроизведения ноты. Давайте перенесем во второй паттерн, чтобы было удобнее в этом разбираться. Если просто воспроизвести ноту, она играет вот так. Но если добавить ей артикуляцию, а переключаются они вот тут вот на второй октаве, например вот эту, она будет такой... То есть слайд ноты. И с помощью этого можно расставить акценты в вашей мелодии. Давайте сделаем слайды на некоторых нотках. Вот. Всего на всю мелодию мы добавили 3 слайда. Один в первой половине и два во второй. Перенесем все это обратно в наш первый паттерн. Еще мы отправим это на какой-нибудь канал микшера. И точно так же добавим гитар-рик и ретро-колор. Только уже другой пресет, естественно. Идем снова в стайлз, потом выбираем джаз и выбираем холд клин пэт. И получаем... Такая супер атмосферная гитара. Нойз в ретро-колоре отключаем. И запиливаем абсолютно все частоты тела, я ее супер среднечастотный. Давайте сравним две мелодии до и после. Неплохо, но... Не знаю, мне очень нравится. То есть вот именно сочетание гитар-рик и ретро-колор, по-моему, это идеально. И теперь добавим третий инструмент, который будет финальным из инструментов. Это плагин «Контакт». А в нем библиотека Excel от Output. То есть Excel это библиотека с голосами. Тут есть фильтр для разных стилей пресетов. Выбираем Pure, то есть чистый максимально Pure Sound. И выбираем Babylone. Pure Babylone у нас будет. Звучит он таким образом. Эта мелодия будет, по сути, подыгрывать нашей второй гитарной мелодии. И давайте ее пропишем. О, забыл добавить эти заглушающие нотки на вторую половину. И опять я чуть не забыл сказать, что как только это видео выйдет, я выложу вот эту мелодию в проекте, зарендеренную по дорогам, в своем паблике ВКонтакте «Школа битмекинга». Ссылка на него в описании. Если вам уже нравится это видео, если вам нравится эта мелодия или нравится то, что я сразу после выхода выкладываю, то можете поставить лайк этому ролику, но только если хотя бы что-то из этих трех пунктов нравится. Отлично, теперь добавим эту мелодию тоже на микшер. И у нее будет чуть более замысловатая обработка. Первый будет Fruity Delay 3. В нем мы просто выберем пресет Ping Pong. Просто чтобы добавить немного хвоста, чтобы сделать звук еще более атмосферным. Для этого же мы добавляем Vintage Work. В нем выбираем пресет 300 Large Hole. И отпиливаем его немножко низа. Но это не самое главное. Самое главное это декапитатор. Включаем режим punish просто, чтобы наказать этот звук. Включаем как-нибудь. Можно вот так сделать. Но это слишком жестко, конечно. Включаем около тройки. Откручиваем дофига низа. И самое главное это тони. Переключаем в Bright довольно сильно. Делаем звук более высокочастотным. И получаем вот такой вот прикольный, немножко перегретый. Перкаль, не знаю, называйте как хотите. Звучит очень прикольно. Только его единственное надо убавить. Теперь послушаем все без эффектов. И все с эффектами. Мне очень нравится, как это звучит. Теперь просто, чтобы зафиналить вайп этой мелодии, мы можем добавить рис в бас, просто потыков по нашим басовым ноткам нашей гитарной мелодии. Звучит он вот так. Сэмпл этого баса, естественно, тоже будет в проекте. По-моему, звучать стало еще лучше. Но теперь нам нужно причесать эту мелодию, чтобы она стала более аккуратной. Начнем вот с этой. И, естественно, это будет эквализация. Параметрика Q2. Здесь просто просится вот эта частота. Ее дофига. И еще режем низ, естественно. Для всех мелодий, для всех партий мы подрежем низ. Для второй гитарной мелодии мы зарежем, помимо этого, еще серединку. Чтобы вырезать муть, и еще низ и муть, и компот. Мы вырежем из основной мелодии тоже. И после этого на все, на каждый из этих звуков, то есть на две гитары и на один эксейл, мы накинем стерео шейпер с пресетом стерео S2. Сразу гораздо объемнее, гораздо более причесано, гораздо более чисто это стало звучать. И мне такое звучание нравится. И смотрите, мы потратили полминуты на всю эту эквализацию. Просто вырезали чуть-чуть вот лишних частот и стало уже приятнее. Так что я думаю, на это тоже не стремно потратить пару минут своей жизни. Кстати, у меня же есть канал с битами, на который я совершенно точно не забил. Вот сейчас вот в углу загорелась подсказочка. Послушайте мой новый биток. Я уверен, он вам понравится. Это видео в первую очередь про мелодию, но биток в нем тоже будет играть. Поэтому я о нем быстренько расскажу. Тут партию кика я полностью взял с трека Soul Calibur Love. Бас сделан по кику. Партия хэтов, ну скажем, она самая интересная, что тут есть. Но тут все довольно дефолтное. Я уверен, что каждый сможет такое прописать. Чуть-чуть вот подбусчен кик из интересного. Вот тут вот заходим. Чуть-чуть я подкрутил буст. Из обработок у нас на хэтов висит чуть-чуть вот ревербератора стереорасширитель. На OpenHotter расширялка. На клэпе чуть-чуть вот ревера. И на басе звучит вот Ozone 8 Imagor. То есть стереоайз включен. Band 2 поднят. И этот Band 2 начинается на 200 Гц. И заканчивается на 2 кГц. Так что давайте лучше разбросаем по паттернам нашу мелодию. Сделаем Split by Channel. И перетаскиваем ее в плейлист. Подкинем сюда биток. И просто сейчас я немножко сбалансирую громкость. Band 2 отключаем. Потому что она сыграет 808. И пришло время включить Ozone, который все это время лежал на мастере. Максимайзер подключенный, как обычно. Imagor Stereo с пресетом Enhanced Space. Vintage EQ 700 Гц немножко откручена. Dynamic с пресетом Analog Dynamic. Включили. Просто все стало звучать чуть пободрее. Убавим голос. Вот и все. Теперь давайте послушаем биток. И после этого я расскажу вам про структуру, которую накидал. Продолжение следует. Продолжение следует. По структуре все максимально просто. Я взял основной инструмент и как бы увел его под воду. С помощью простого параметрика с пресетом вот этим. Чуть-чуть подкрутил резонансы. И открутил высокие частоты. И просто сделал его автоматизацию. Вот вы ее можете видеть. Еще я повесил на Excel автоматизацию Half-Time. И все. И просто все расставил. Я думаю, что в этом нет ничего сложного. И я надеюсь, что вам понравился этот видос. Я надеюсь, что вам понравился этот биток. И в общем, у меня на этом, наверное, на сегодня все. Как я уже сказал, что вы уже можете скачать эту мелодию, этот проект с ней в моем паблике ВКонтакте Школы Битмейкинга. Ссылка на который будет в описании. Если вам это видео понравилось, если оно вам показалось интересным или хоть чем-то полезным, хоть чуть-чуточку, то можете поставить заслуженный лайк. А если оно было вам неинтересно, бесполезно, вообще полная ерунда, то ставьте полностью заслуженный дизлайк. И можете написать в комментариях, что вам не понравилось. А еще вы можете написать в комментариях, что вам понравилось. И продолжать ли мне снимать эти видео про мелодии. Потому что, к сожалению, не так уж много просмотров они набирают. Хотя делать их мне довольно интересно. Ну и напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу, он полный прям от и до по битмейкингу, подойдет в том числе и новичкам, напишите мне ссылка на меня в описании, там у меня его можно будет заказать и там же у меня можно будет разузнать о нем подробнее. Ну и на этом у меня уже точно все, с вами был Стас, обязательно, обязательно, обязательно посмотрите другие ролики на этом канале, они не менее то и более интересны, если вам понравился этот ролик, то другие понравятся точно. И подпишитесь на этот канал, если вы этого еще не сделали, а если уже подписались, шарахните по колокольчику, опять же, снова напоминаю, смотрите другие видео, с вами был Стас, пока, увидимся в следующем видео.